Время реформ в Ненецком округе завершено. В регионе сформирована крепкая социальная политика, в основе которой интересы и чаянии людей. Безусловная помощь тем, кто в этом нуждается. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кошин. Он выступил перед депутатами окружного собрания с ежегодным докладом о своей деятельности и деятельности администрации НАО за 2015 год. В нем губернатор обозначил ключевые результаты минувшего года и проблемные вопросы, работа над которыми будет продолжена в этом году. У нас было два пути дальнейшего развития. Первое, сидеть и ждать, когда цены вернутся на уровень 100 долларов за пар или выше. Либо все-таки попытаться в зависимости от окружного бюджета от углеводородов снизить, в том числе и через диверсификацию экономики. И сегодня ясно мы выбрали верное направление. Одним из верных решений, принятых в прошлом году, по мнению главы региона, стала административная реформа. Удалось снизить количество чиновников и, соответственно, затраты на их деятельность. Забрав значительную часть полномочий из Архангельской области и муниципалитетов, администрация региона исправила положение дел во многих сферах деятельности. В минувшем году произошла перезагрузка всех окружных предприятий. Был принят ряд мер для улучшения ситуации в сельском хозяйстве. Благодаря новому механизму субсидирования конечного продукта в регионе происходит рост производственных показателей во всех животноводческих хозяйствах. У Огропромышленников появилась возможность складывать средства в собственное развитие. За минувший год было открыто пять новых производственных объектов. Хочу особо отметить один факт в указанном направлении деятельности. Ранее производственные мощности создавались исключительно за счет средств окружного бюджета. В 2015 году мы решили отдать их на округ самим производственникам. Еще один шаг – созданная с нуля инфраструктура для развития предпринимательства. Уже сегодня это дает первые результаты. Создано 101 новое рабочее место. В 5,5 раз увеличилось количество частных хозяйств в селах. Прошедшие реформы обеспечили сохранность социальной поддержки наших граждан, отметил глава региона. Хочу напомнить, что по состоянию на 1 января 2016 года у нас действует 147 мер социальной помощи. 93 из них исключительно региональные. И это самое большое количество в стране. На социальные выплаты приходится 2 миллиарда 280 миллионов рублей окружного бюджета. В то время как обязательные федеральные выплаты составляют всего 172 миллиона рублей. Снижение зависимости окружного бюджета от углеводородов, в том числе через диверсификацию экономики – одно из главных направлений, по которому пошла администрация региона в 2015 году. Несмотря на кризисные явления, удалось не только сохранить долю ВРП, не связанного с природными ресурсами, но и увеличить на 600 миллионов рублей. В минувшем году округ продемонстрировал индустриальный рост в виде увеличения объема инвестиций в основной капитал на 26%, третье место в стране после Амурской и Магаданской областей, и рост индекса промышленного производства на 7%. НАУ является единственным арктическим регионом в десятке субъектов с самым высоким показателем индекса. Несмотря на период низких цен, недропользователи верят в потенциал НАУ, отметил глава региона. Набыча нефти по итогам 2015 года увеличилась на 800 тысяч тонн по сравнению с 2014 годом и составила 14,6 миллионов тонн. Переток средств в округ – одна из главных задач, которую я ставлю в своей команде. И здесь дело не ограничивается исключительно инвестициями недропользователей. В прошлом году нам удалось привлечь почти 812 миллионов рублей из федерального бюджета. Это в три раза больше, нежели в 2014 году. В числе выделенных федераций средств – 347 миллионов рублей на возобновление строительства автомобиля Горуи и Морусинцев. Все эти значимые для округа показатели должны иметь самое непосредственное воплощение в главном – качестве жизни нашего населения, подчеркнул в ходе выступления глава региона. Сегодня НАУ входит в шестерку регионов-лидеров по рождаемости. В минувшем году, по данным Росстата, продолжительность жизни в округе выросла до 71 года. Несмотря на эту позитивную динамику, в округе остро стоит проблема с ранней диагностикой онкологических заболеваний. Уровень смертности одного образования – единственный показатель дорожной карты по майским угадам президента в области здравоохранения, которую мы проваливаем. Среди основных итогов работы в 2015 году глава региона отметил то, что удалось закрыть очередь по предоставлению квартир многодетным семьям, выросшую за три предыдущих года. Сегодня в очереди на предоставление жилья состоит 12 семей. В минувшем году было возобновлено авиасообщение с Кировом и Сыктывкаром. Для жителей важно, что администрация округа продолжает субсидирование пассажирских перевозок как внутри, так и за пределы округа. В минувшем году власти НАУ направили 346 миллионов рублей на субсидирование пассажирских перевозок. В качестве наглядного примера Игорь Кошин привел стоимость перелета в Усть-Кару, себестоимость которого – 22,5 тысячи рублей. Жителям билет обходится в 10 тысяч, льготникам – в 5. В 2015 году в регионе ввезено более 44 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 98% от планируемого показателя. Текущий год будет посвящен подготовке инфраструктуры под массовое строительство, отметил глава региона. Говоря об общественных инициативах, Игорь Кошин отметил, что в минувшем году количество воспитанников детских домов округа сократилось наполовину. В замещающие семьи передано 68 малышей, в два раза снизилось количество возвратов детей. Тем не менее, проблема социального сиротства по-прежнему остро стоит перед нами. Поэтому потребуется активная и действенная работа в этом направлении. Также глава региона обозначил шаги власти по созданию условий для повышения качества жизни в округе. Речь идет о развитии раннего профильного образования, создании системы массового и профессионального спорта, качественной диагностики и развитии доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Также главным сегодняшним вызовом губернатор назвал проблему безработицы. В завершении выступления Игорь Кошин поблагодарил депутатов окружного парламента за плодотворную совместную работу. Сегодня есть неплохие результаты работы по развитию сельского хозяйства в округе. Мы слышали, что в прошлом году появилось пять новых объектов, увеличилось количество оленей в общественном стадии, увеличилось производство молока. И, конечно, это направление мы будем и дальше продолжать по поддержке наших товаропроизводителей. Неплохие успехи и в дорожном строительстве, в строительстве жилья, по поддержке нашего предпринимательства. Но мы понимаем, что 2016 год будет более сложным в плане пополнения доходной части окружного бюджета. Но вот тот задел, который был сделан в прошлом году, в том числе и совершение административной реформы, поддержка наших сельхозтоваропроизводителей, поддержка авиаторов, поддержка дорожников, строителей, это дает определенный оптимизм в том, что мы сегодня, округ сегодня идет в правильном направлении. И тот вектор, который сегодня задан, я думаю, что вот эти кризисные явления округ пройдет, будем так говорить, с наименьшими потерями. Мы сегодня услышали, вероятно, то, что волнует рядового гражданина нашего округа о том, что социальная поддержка граждан населения будет по-прежнему крепкой и достойной. Не секрет, что беспрецедентные меры социальной поддержки граждан, губернатор озвучил это число 147, Причем более 90 – это чисто региональное сотрудничество в органах исполнительной власти и законодательной власти в интересах людей. Мы действительно должны благодарностью относиться к этому, потому что мне кажется, что в пределах нашего региона оттачивается такой посыл, как национальная стратегия в интересах пожилого человека, действия программ для лиц высокого возраста, серьезная поддержка детства сбережения, серьезное выполнение семейной политики, это и многодетные семьи, это и дети. Что мне еще понравилось в сегодняшнем выступлении, это то, что губернатор не говорил о том, что настало время успокоиться, настало время только гордиться достигнутой. Напомню, губернатор округа ежегодно отчитывается перед депутатами до 1 апреля. Дальше планомерная работа над ошибками и достижение поставленных целей. Внимание, уделенное в докладе отношениям с нефтяниками, имеют самые веские основания. На сегодняшний день бюджет региона на 98% состоит из поступлений от недропользователей. Бюджет Ненецкого округа на 2016 год формировался, исходя из прогноза мировых цен на нефть, 50 долларов за баррель. Почти на треть доходы окружного бюджета формируют поступление от прибыльной нефти Харягинского СРП. Из-за ухудшения конъюнктуры нефтяных цен в этом году существуют риски недополучения 4 миллиардов рублей доходов в бюджет НАО от реализации СРП. Тем не менее, несмотря на сложившиеся экономические условия, нефтяники принимают активное участие в социально-экономической жизни региона. Губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин подписал соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с тремя нефтяными компаниями. Со стороны недропользователей подписи под стратегически важными для региона документами поставили генеральный директор «Башнефтьполюс» Владимир Нестеренко, генеральный директор «Востокна» Владимир Сарычев и генеральный директор нефтяной компании развития регионов Михаил Топорков. За годы взаимодействия региона с компанией «Башнефтьполюс» нефтяники оснастили оборудованием образовательные учреждения округа, финансируют крупнейшие спортивные мероприятия, создают условия для подготовки профессиональных рабочих кадров для нефтяной отрасли. В 2016 году «Башнефтьполюс» увеличила сумму отчислений на 5 миллионов рублей. Часть выделенных недропользователем – 45 миллионов – администрация округа уже направила на различные мероприятия. В частности, более 5,5 миллионов рублей пошли на участие школьников округа в чемпионате по баскетболу «Кэсбаскет», приобретение лыжного инвентаря для спортшколы «Старт», финансовую поддержку лыжного перехода военно-патриотического клуба «Белый медведь». Сумму мы определяем каждый год, в зависимости от того, сколько у нас есть денег и в зависимости от того, сколько денег нужно округу. Понятно, что мы бы предпочли платить только налоги, но это в идеальной жизни. В реальной жизни любая компания должна что-то делать для тех людей, которые живут на тех территориях, где она работает. Поэтому, естественно, мы должны платить. И, в общем-то, этих денег не жалко, называя вещь с именами, их не жалко. Потому что, когда видишь, что конкретные совершенно люди начинают жить чуть-чуть лучше, и дети начинают заниматься спортом, развивается культура, улучшается медицина, от этого хорошо. Поэтому это будет продолжаться, без всякого сомнения. Вырастет в этом году не только сумма соглашения, но и производственные показатели Башнефтьполюса. Так, добычу ценного углеводорода планируют увеличить до 2 миллионов тонн, а инвестиции – до 25 миллиардов рублей. Совсем недавно был перейден рубеж ежесуточной добычи – 6 тысяч тонн. В прошлом году компания Башнефть в целом показала наивысшие темпы роста по России. Мы, по сравнению с 2014 годом, увеличили добычу на 11,9%. А абсолютное увеличение – это больше 2 миллионов тонн. И здесь, конечно, у нас одним из основных драйверов этого роста, конечно, был Башнефтьполюс. Если в 2014 году добыли по Башнефтьполюсу 828 тысяч тонн, то в прошлом году – 1 миллион 400. То есть рост на 69%. Нефтяники не остаются в стороне от решения любых социальных вопросов. Сейчас в округе существует проблема трудоустройства. Башнефтьполюс и Востокнао включились в процесс решения общей задачи. Так, из последних трёх вакансий в Башнефтьполюсе две были отданы жителям региона. Из 42 подрядных организаций 41 зарегистрировалась в Ненинском округе. Это отличный показатель. Кроме того, компания помогает готовить специалистов и для других производств на базе Ненинского профтехучилища. Благодаря нефтяникам в училище появился трекол, который позволит обучать студентов и жителей округа на водительскую категорию А2. Помимо этого, мы с руководством профтехучилища наметили планы на этот год приобрести ещё сварочное оборудование. Таким образом, это позволит ещё получать выпускникам этого профтехучилища ещё одну специальность сварщика. Но так как мы сегодня развиваемся семимильными шагами, поэтому нам необходимы эти специальности. И мы надеемся, что выпускники этого профтехучилища пополнят ряды компании Башнефтьполюс. Расширяет своё присутствие в Ненинском округе ещё одно совместное предприятие Башнефти и Лукоила – компания «Востокнао». Так, 2 марта началось бурение поисковой скважины на южно-весовой перспективной структуре северо-ярегинского участка. Бурение следующей скважины планируется 10 апреля в районе Янгарейского лицензионного участка. Успешное освоение заполярных недр невозможно без привлечения профессиональных кадров. Компания «Востокнао» заключила соглашение с институтом САХУ, город Архангельск, для подбора кандидатов и будущей работы. И в этом году мы уже будем давать практику в компании «Востокнао». Это специалисты именно в разведке и геологоразведке. Мы надеемся на то, что эти сотрудники пойдут к нам работать. На счету компании «Востокнао» целый ряд социально значимых проектов. Согласно соглашению о сотрудничестве с администрацией Ненецкого округа, компания оснастила школу-сад в посёлке Бугрино, приобрела необходимое оборудование в кабинеты труда и мобильные городки для детских садов и школ. В этом году компания стала генеральным партнёром юбилейных соревнований на снегоходах, на кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Челенгарова. «Если в двух словах отметить и дать определение нашим взаимоотношениям с метропользователями, то прежде всего, конечно, это взаимопомощь и причём сложную минуту. И очень здорово, что это было во времена, скажем так, высокой дорогой нефти, когда экономическая ситуация была немножко другая, было немножко проще строить долгосрочные проекты и планировать экономику. И на самом деле очень хорошо, когда это происходит, во времена, когда ценовые параметры снизились кратко». После подписания соглашений с недропользователями Игорь Кошин отметил, обе стороны сходятся в понимании того, что во главе угла всегда должен стоять простой человек со своими проблемами, чаяниями и заботами. Ещё одним витком развития отношений между округами и недропользователями можно с уверенностью считать взаимодействие в части привлечения местных кадров на работу в нефтяные компании. Однако уже сегодня при подаче вакансий в Центр занятости они сталкиваются с определёнными проблемами. Одна из них – практически полное отсутствие в регионе специалистов нефтегазовой промышленности. Об этом представители нефтяных компаний и совместных предприятий рассказали журналистам местных СМИ. Местные жители должны стоять первыми в очереди на свободные рабочие места в нефтяной сфере. Планомерная работа в этом направлении ведётся в регионе с начала этого года. За это время в Центре занятости региона появилось большое число вакансий по различным специальностям нефтегазовой промышленности. Сегодня мы ставим вопрос перед компаниями о том, чтобы в первую очередь при трудоустройстве рассматривались жители округа. На следующий день массово происходит перерегистрация подрядчиков, субподрядчиков, работающих на нашей территории, на территории Нинецкого автономного округа, перерегистрация, постановка на налоговый учёт в округе, перерегистрация и постановка на учёт в нашем Центре занятости. Сегодня на территории Нинецкого округа работают крупнейшие нефтяные компании страны, такие как Башнефть, Лукоил, Роснефть, Французская Тоталь. Разработкой недр занимаются их дочки и совместные предприятия. Одними из первых на проблему безработицы и отсутствие в регионе специалистов для нефтянки откликнулось совместное предприятие Башнефть и Лукоил Коми «Башнефть Полюс». Из последних трёх вакансий в компании две были отданы жителям региона, отметил генеральный директор Владимир Нестеренко. Из 42 подрядных организаций 41 зарегистрировалась в Нинецком округе. Это отличный показатель. Кроме того, компания помогает готовить специалистов на базе Нинецкого профучилища. Благодаря нефтяникам в училище появился трекол, который позволит обучать студентов и жителей НАО на водительскую категорию А2. Помимо этого, мы с руководством профтехучилища наметили планы на этот год приобрести ещё сварочное оборудование. Таким образом, это позволит ещё получать выпускникам этого профтехучилища ещё одну специальность сварщика. Но так как мы сегодня развиваемся семимильными шагами, поэтому нам необходимы эти специальности. И мы надеемся, что выпускники этого профтехучилища пополнят ряды компании «Башнефть Полюс». О своих планах по трудоустройству местных жителей рассказал и Владимир Сарычев, генеральный директор «Востокнау», ещё одного совместного предприятия «Башнефть» и «Лукоилкоми». По договорённости с администрацией Неницкого округа при найме сотрудников компания даёт приоритет жителям региона. Однако на этом этапе возникает проблема. Неницкий округ не богат специалистами, которые готовы работать в нефтегазовой промышленности, отметил Владимир Сарычев. Компания «Востокнау» заключила соглашение с институтом САХУ, город Архангельск, для подбора кандидатов и будущей работы. И в этом году мы уже будем давать практику в компании «Востокнау». Это специалисты именно в разведке и геологоразведке. Мы надеемся на то, что эти сотрудники пойдут к нам работать. Валерий Клинчев, генеральный директор РУ «Свет Петро» совместной компанией «Зарубежнефти» и «Петро Вьетнама» также сообщил, что его компания уже встала на учёт в Центры занятости региона. Вопрос с поиском работы на месторождениях компании решается положительно. Есть список конкретных вакансий, есть предложения по обучению кадров. Не решается пока единственный вопрос это доставка людей на месторождение. Как вы знаете, у нас люди работают вахтовым методом. Есть вопрос, который мы сегодня обсуждаем с администрацией, как доставлять людей до наших месторождений. Нет прямого сообщения. Но думаю, что вопрос будет решён положительный. Кроме того, на встрече с журналистами Валерий Клинчев представил ещё одну дочернюю сервисную компанию, которая впервые заходит на территорию округа. Предприятие «Нефтеотдача» — стопроцентное дочернее предприятие «Зарубежнефти» работает на рынке уже более 30 лет. Буквально в марте месяце мы оснастили и запустили на месторождениях «Руситпетра» пять бригад по текущему капитальному ремонту скважин. Здесь, собственно говоря, будем работать качественно, надёжно и долго. Появление новой сервисной дочки — это дополнительные рабочие места для жителей Неницкого округа, заверили в компании. О перспективах приёма на работу местных кадров заявили и в РН «Северная нефть». Свои вакансии они уже направили в Центр занятости. Я рад, что в это непростое экономическое время недропользователи нас слышат, идут нам навстречу и чётко понимают, что у нас две задачи — не просто добывать нефть и платить налоги, но и в первую очередь думать о людях, живущих на этой замечательной земле. Аналогичную работу по трудоустройству местных жителей ведут и подрядчики-недропользователи, которые работают на территории округа. По информации Департамента природных ресурсов, сегодня в регионе работают 288 подрядных организаций. Из них 146 зарегистрированы в НАО. Их проверкой сейчас занимается налоговая служба. Несмотря на внушительное количество вакансий в нефтяной отрасли, которая уже сегодня есть в Центре занятости, предстоит большая работа по подготовке и переобучению безработных жителей региона с тем, чтобы они получили специальности для работы в нефтегазовой промышленности. Безработицу в России удастся удержать на приемлемом уровне. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на форуме «Эффективная социальная политика. Новые решения». Говоря о поддержке рынка труда, министр отметил, что на эти цели в 2016 году выделено до 10 миллиардов рублей. Пока министерству из них предусмотрено 3 миллиарда. Эти средства пойдут регионам в рамках представленных программ на поддержку тех предприятий для тех точек и секторов экономики, где действительно происходит очень серьезное приседание объемов производства. В Нинистском округе борьба с безработицей должна быть завершена в 2016 году. Такую задачу поставил глава региона Игорь Кошин. Сегодня количество безработных граждан растет. На учете в центре занятости стоят 705 человек, еще 928 обратились в организацию по вопросам трудоустройства. За последние несколько недель увеличилось и количество вакансий. Сегодня в центре занятости зарегистрированы 486 свободных рабочих мест, в том числе 168 в нефтяной отрасли. Для тех, кто хочет работать на месторождениях, но не имеет необходимой профессии, центры занятости округа организуют учебные курсы. Первые группы уже приступили к обучению на базе лидера и Нинистского профессионального училища. На этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин